В Тверской области стартовала обучающая программа для промышленников «Фабрика процессов». Ее цель – повышение коэффициента производительности труда, отладка логистических процессов, сокращение потерь на производстве, увеличение прибыли. Программа реализуется по нацпроекту «Производительность труда», которую инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Что еще может дать «Фабрика процессов» узнавала наш корреспондент Наталья Чекет. Друзья рабочие, проверьте средства индивидуальной защиты. И прошу начать. Осваивают бережливое производство и учатся работать в команде. В Твери проходит обучающая программа «Фабрики процессов». Проект реализуется региональным центром компетенций Фонда развития промышленности, который работает в структуре Центра «Мой бизнес» Тверской области. В этот раз в обучении участвуют работники завода по производству систем очистки воздуха для предприятий. Фабрика построена таким образом, что они как раз, придя сюда, видят, как организован процесс здесь. Как организованы стандарты рабочих мест, как организованы, собственно говоря, рабочие места, как выстроен процесс. Плюсом мы стараемся распределить роли таким образом, чтобы руководители стали на место операторов, а операторы стали на место руководителей. Это очень важно, прочувствовать, каково быть в производстве. Участники обучающей программы объединились в команды, где каждый получил разные роли. Начальник производства, менеджер по улучшениям, менеджер по труду, логист, оператор и контролер качества. Никите Шитикову, оператору третьего разряда станков ЧПУ, на «Фабрике процессов» досталась роль директора производства. Очень трудно управлять самим персоналом, людьми, потому что не понимаешь, кто на что способен, что может делать. После первой смены стало понятно, что нужно упростить, что улучшить, как что переставить, кто на каких местах будет больше приносить полезных действий. За один день участники проживают три рабочие смены. Их задача изготовить регулятор газа и выпустить необходимое количество готовой продукции для клиента, а также достичь целевых операционных показателей. Второй этап. Мы оптимизировали количество рабочих мест, уменьшили производственные площади, сократили рабочий инструмент. И за счет этого получим небольшой экономический эффект. Ну и точно так же мы сократили количество рабочих на участке. То есть это тоже повлияет все в целом на цифры, в конечном результате. Обучение максимально приближено к реальности. Оно включает в себя и различные проблемы, с которыми могут столкнуться промышленные предприятия в процессе работы. Например, перепроизводство или брак. Фабрика процессов нужна для того, чтобы перед тем, как мы начали изменения на предприятии, мы отработали и посмотрели, как это работает в такой некой производственной игровой форме. За два года обучения на фабрике процессов прошли более 330 человек. В этом году планируется провести не менее 8 фабрик процессов, на которых пройдут обучение порядка 150 человек.